Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио и Алексей Орлов. С 1 по 7 августа 2016 года на обширных полях этномира, что находится в Боровском районе Калужской области вблизи деревни Петрова, прошел пятый фестиваль экотехнологий. На мероприятии было представлено множество важных направлений, связанных с экологией. С самого утра и до захода солнца под фестивальными шатрами выступали опытные практики, делясь своими знаниями, передавая личный опыт и обсуждая насущные проблемы. Команда Народного Славянского Радио прибыла на фестиваль 6 августа. Первым делом мы отправились на строительную площадку, где Алексей Шершов проводил мастер-класс по штукатуриванию экостроений с природным утеплением. Очень порадовала открытая манера общения Алексея со слушателями. Он не только рассказывал, но и показывал, как и что делать, какие приемы использовать, в каких пропорциях готовить смеси, подробно отвечал на вопросы. К сожалению, для записи развернутой беседы у Алексея уже не оставалось времени. Но поблизости оказался Юрий Львов, строитель того самого дома, на котором были показаны приемы штукатурки. Конечно же, мы не упустили возможности поговорить о представленной им технологии строительства экологичного жилья. Всем здравия! Начинаем репортаж с очередного фестиваля, где у нас показываются экостроения, эко-технологии. И мы сейчас будем разговаривать с очень интересным человеком, который представляет компанию по строительству домов из соломы, из соломенных блоков. Вот как раз за нами немножко это все показано. Итак, пожалуйста, представься, расскажи, что ты представляешь и что здесь делаешь. Меня зовут Юрий Львов, я представляю проект «Эко-лега-дом». Это московская компания, подмосковная, если быть точно. И мы производим, это не совсем блоки, все-таки это соломенные панели. Уже готовые панели? Это уже готовые панели, которые изначально из этих блоков изготавливаются. Причем мы сидим тоже на панелях специального образца, это для пола, за нами стеновые, и еще, наверное, есть те, которые для потолка, да? Да, есть панели, которыми выполняются перекрытия, вот как мы видим, первого этажа, перекрытие второго этажа, кровля. То есть, в общем-то, весь контур внутренней перегородки дома, весь контур, то есть все стены, которые вы можете придумать, стены, полы, кровля, все выполняется из этих панелей. Чем хороша такая технология? Она экологична, она экологична по-настоящему экологична, то есть это не просто какой-то лозунг, это не просто какая-то надпись, да, эко. Вот, нет никаких вредных веществ, которые попадают в наш организм. По большому счету, через какое-то время от этого дома ничего не останется. Если его разобрать и оставить там под дождями, то через какое-то количество лет просто ничего не останется на этом месте. Значит, жить в этом доме безопасно. Еще один показатель экологичности – это то, что эти дома энергоэффективны. То есть их тепловые характеристики очень высокие. Ну, для сравнения, соломенный утеплитель толщиной 40 сантиметров по тепловым характеристикам сравним с 5 метрами дерева. Или с 9 метрами бетона. То есть это очень-очень теплая технология. Это бережет ресурсы, это бережет наши деньги. Еще один показатель экологичности – это то, что при производстве этих блоков затрачивается не так много ресурсов. То есть даже если мы возьмем ту же самую минвату, для ее производства затрачивается очень много, ну, очень много энергии, очень много ресурсов. Это тоже относится к экологичности. Если сравнивать по цена-качество, скажем так, по таким параметрам, если сравнить, к примеру, изготовление дома из хорошего качественного бруса или из бревна, то что получается по цене с таким домом? Если мы говорим про хороший, качественный и клееный брус, который, возможно, уже не очень дружит, в общем, с понятием экологичности, то хороший, качественный клееный брус будет дороже. Хороший, качественный брусовой дом с какой-нибудь относительно толстой стеной, ну, для бруса, там, каких-нибудь, не знаю, 22, сколько там, 24 сантиметра, да? Он будет, наверное, сравним с нашей технологией по стоимости, но, конечно, не сравним по показателям энергоэффективности, не сравним по своим пользовательским характеристикам, потому что там есть какие-то моменты, его может вести через какое-то время. То есть есть, всегда есть элемент авантюры, если вы строите дом из бруса, например, всегда есть такая, ну, какой-то вот азарт должен быть, мне кажется, у человека. Хороший бревенчатый дом, хороший, действительно хороший бревенчатый дом будет стоить намного дороже. Непонятно, где искать людей, конечно, они есть, которые умеют строить хорошо из бревна, но их очень мало, и это действительно стоит, ну, значительно дороже, чем наша технология. Ну, хорошо, таких людей, может быть, сейчас осталось уже и мало, но все-таки людей, которые строят из соломы, сейчас, ну, с одной стороны, вроде бы и немного, но с другой стороны, сейчас многие заявляют, что они строят из соломы. Мы знаем, что можно построить каркас туда, закидать, затолкать солому, можно туда блоки уже готовые засунуть, которые здесь где-то еще можно найти, да? Вот, технология панелей, насколько она выгоднее по скорости производства, насколько она выгоднее потом с точки зрения теплопотерь? Значит, я, можно, немножко шире отвечу на вопрос, да, о разнице все-таки между, скажем так, классической технологией домостроения, да, соломиного и вот этой, да, в чем разница? Первое, как вы и сказали, выгода во времени, безусловно. Из вот этих панелей домик собирается, и слово строится даже немножко, может быть, не очень уместно в данном случае. Домик собирается. Ну, дом на 150 квадратов, 4 человека, не имеющие какие-то, какого-то серьезного строительного опыта, могут собрать, ну, дней за 10-12, да, ну, если так бодренько работать. 10-12 дней, вот домик будет готов, по крайней мере, стены, ну, возможно, там кровли добавят еще какое-то время, но это быстро. Если мы говорим про дом по классической каркасно-соломенной технологии, это очень долго. Плюс ко всему, там очень сильную роль играет человеческий фактор, потому что, когда мы блоки запрессовали, у нас остается очень много зазоров. И эти зазоры потом нужно ходить и заполнять, вот, что очень хорошо, когда человек хочет себе построить хороший, качественный дом, и не потратив при этом много денег. Когда делает сам. Когда он делает сам, абсолютно верно. Это, с моей точки зрения, это, ну, если не идеально, то прекрасная технология. Это недорого, получается очень теплый, очень уютный дом, вот, но очень долго, очень долго. Если у человека есть возможность, там, 3-4 месяца ходить, заполнять вот эти все вот эти стены, потом еще штукатурить какое-то время, это хорошо. Это прекрасная альтернатива. Вот эта технология позволяет очень быстро построить очень похожий по смыслу дом, за тем исключением, что все это производится на производстве, и все-таки минимизированы ошибки, минимизирована возможность мостиков холода и так далее. То есть здесь больше технологичности, как при производстве самих панелей, так и при строительстве дома. Хорошо. Получается, что такой дом и теплый, и экологичен, и достаточно быстро возводится. По цене примерно это получается что-то похожее на брусовой дом, да, вот так вот приблизительно, или чуть подороже, ну, если средний такой брусовой дом. Плюс, что брусовой дом еще должен отстояться, как понятно, да, где-то его может повезти и так далее. То есть нужно теперь каждому решить для себя, что он хочет подешевле, подороже, поэкологичнее, покачественнее. И как быстро, скажем так, делается заказ. Ведь солома, она сезонная, это же не весной ее можно собирать, она зреет. Вот сейчас как раз в августе начинается уборка. И все-таки по поводу сезонности, все-таки в августе начинается у нас в средней полосе сборка урожая, солома появляется в августе, ну и до сентября, там где-то может быть октябрь еще можно захватить. Что здесь, во-первых, по сезонности, во-вторых, какие сорта соломы подходят? Значит, по сезонности принципиальная разница, если вы заниматься этим, как мы, да, мы профессионально занимаемся производством, есть ряд поставщиков, с которыми мы договоримся заранее. И они для нас у себя на своих складах, понятно, у нас нет своих больших таких складов под соломы, они их хранят и по мере необходимости нам отгружают соломы. Вот, конечно, если вы зимой надумали строиться, и вы пытаетесь найти солом, это очень трудно найти. Вы вот, начиная с ноября и по июнь, уже соломы так просто не найдете, особенно в тюках, да, если вы собрались в тюках строить. А вторая часть вопроса, я ее забыл, напомните, пожалуйста. Какие сорта соломы подходят? А, какие сорта? Ну, основные, конечно, это пшеница и рожь. Существует мнение расхожее, что рожь, она прям принципиально лучше, чем пшеница. Нам кажется, мы считаем, что это не совсем так. Вот. Не то, чтобы пшеница лучше, чем рожь, или рожь лучше, чем пшеница. По большому счету, вот, кстати говоря, панелька сделана из пшеничной соломы. У ржи есть некое преимущество при хранении. Когда вы храните, да, вот, я не знаю, в одном и том же складе с не очень хорошими условиями хранения. Но рожь у вас пролежит дольше. Но если вы хорошо храните и то, и другое, если вы это прессуете в панельке и с панелями обращаетесь хорошо, она прекрасно себя чувствует. Есть у нас примеры. Дом, собранный в феврале, и вышло так, что там местами сорвало даже пленку со стен. И они с февраля несколько месяцев эти стены мокли. С ними все хорошо. Стены, на которые сверху периодически лилась вода, прям периодически, вот они испортились. Несколько блоков испортилось, но большая часть стен простояла уже полгода, прекрасно себя чувствует. Вот, и с пшеничной соломы. С точки зрения заказов. Да, значит, как быстро делается заказ, да, первая часть вопроса, все зависит от сложности проекта, да. Но давайте так, проект может согласовываться очень долго, вот это мы не учитываем. Вот с того момента, когда мы утвердили проект, что вот, да, все, мы вот это делаем, да, через 2-3 недели мы можем уже отправить хозяину домик, погрузить все в фуру, да, и отправить ему домик, готовый к сборке, ну, на 150, на 200 квадратов. Вот, это совершенно реально. Ну что ж, вот такие технологии здесь показываются, я думаю, что за этим будущее. Понравилось вам, не понравилось, наверное, судить уже вам. На 7 я с вами прощаюсь, благодарю за интересный очень рассказ о нашем слушателям и зрителям. До новых встреч, услышимся и увидимся. Всем добра. Недалеко от строительной площадки наше внимание привлекла интересная конструкция, состоящая из наклоненной бочки под двускатной крышей, установленной на высокие деревянные опоры. О, это был как раз тот самый случай, когда желаемое соединилось с действительным, поскольку у меня давно была идея сделать передачу о подобных приспособлениях. Ведь это не просто бочка, а жилище для пчел, называемое колодой, экологическая альтернатива ульям. Хозяином колода оказался очень приветливый человек Андрей Кожарский, поделившийся с нами своими мыслями по бесконтактному пчеловодству. Всем здравия, мы продолжаем свои репортажи с фестиваля эко-технологий. И сегодня у нас интересный еще один собеседник, который расскажет нам не просто о пчелах, а о том, как сделать так, чтобы пчелам было хорошо, да и людям от этого тоже было бы неплохо. Итак, пожалуйста, представься нашим слушателям и зрителям, как тебя зовут, как ты здесь оказался, чем занимаешься. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Андрей Кожарский. Я занимаюсь, помимо всех своих других увлечений и бизнесов, бесконтактным пчеловодством. Мы популяризуем колоды. Наверное, вы слышали интерес к подобному виду пчеловождения. Здесь я оказался, мы вписались в этот фестиваль эко-технологий, проходящий в Этномире. И представляем здесь свою продукцию. И я проводил мастер-класс по бесконтактному пчеловодству. Чем хороша такая технология, колодезная, да, как из колод, в отличие от стандартных улев или то, что называется еще борта, да, вот есть борты, то, что дикое пчеловодство. Борт, да, вы имеете в виду. Ну, в принципе, сама колода, она такая усовершенствованная, усовершенствованный вариант борти, конечно. Вот. Но она очень сильно отличается от классического пчеловодства, которое сейчас принято. То есть это вот додановские ульи с рамками. И основная цель и наша задача популяризовать вот этот вид пчеловодства, в первую очередь, потому что это доступно для любого человека практически. То есть можно поставить у себя подобную колоду на даче и, в принципе, больше ничего не делать. Все остальное пчелы сделают сами. То есть принцип бесконтактного пчеловодства заключается в том, что пчелы приближены к естественной среде обитания. То есть колода представляет из себя фактически пустую бочку и без рамок, и пчелы там поселяются и сами тянут соты, защищаются от хищников, приносят мед, приносят нектар, перерабатывают его в мед и делятся с нами излишками. У пчелы инстинкт, если у нее есть свободное место в дупле или в колоде или там, где она живет, тянуть соты, наполнять медом. И мы оставляем пчеле достаточное количество меда для того, чтобы она могла нормально перезимовать. Это такой один из основных критериев. И все излишки мы можем забирать себе. Значит, так как это естественное пчеловодство и приближенное, ну так условно, к дикой пчеле, наверное, хотя вот предыдущий сейчас вот оратор говорил, что уже дикой пчелы не осталось. Ну и так оно и есть, потому что вырубаются леса, уничтожаются животные, которые могли бы создавать эти дупла. И вот выход такой, чтобы пчела все-таки оставалась на земле, это вот установка подобных простых систем у себя на участках, на дачах и так далее. И в отличие от классических рамочных ульев, здесь как бы ничего не нужно фактически делать. То есть пчела, пчелы сами все делают, сами, как я уже говорил, да, защищаются от хищников, сами тянут соты, и человек здесь им ни в чем не помогает, потому что любое вмешательство, это как для пчелы, как костыль, а он ослабляет семью. Вот, в классических, применяемых сейчас рамочных улях, идет постоянное вмешательство в жизнь семьи, то есть пасечник там каждую неделю вытаскивает эти рамки, смотрит, есть ли там мед, не заболели ли пчелы, не заложены ли маточники, которые способствуют тому, что улей, да, раению, улей отроится, и пчелы улетят, меда не будет. Вот, и это огромный дискомфорт для пчелиной семьи, потому что если представить, что вы себе в квартиру пустили, например, там гастарбайтеров, которые ходят там все время, там заглядывают под одеяло, в ваш холодильник и так далее, это будет большой дискомфорт, и люди будут болеть, и когда это делается постоянно. Вот, то же самое и с пчелами происходит, пчелы от постоянного вмешательства человека становятся слабее, у них падает иммунитет, плюс ко всему прочему, там, вот эти тесные ящики с рамками, они постоянно способствуют тому, чтобы пчелы роились, то есть закладываются маточники в сотах, и пчеловоды постоянно за этим следят, вмешиваются, значит, семьи слабеют, они их лечат, значит, все эти лекарства переходят в мед, значит, пчелы умирают при массовом потоке производства меда, а вот ульи рамочные, это такая мини-фабрика по выкачке из пчел меда, они их, да, они выбирают весь мед, пчелам на зиму ничего не остается, они их подкормят сахаром, то есть если открыть любую литературу по классическому пчеловождению, то там написано лечить, кормить сахаром, и укрывать, укрывать, уносить вам шайники и так далее, и так далее, и так далее, то есть они, сама система делает пчелу очень слабой, и за ней приходится реально очень сильно заботиться, и, соответственно, пчелы гибнут, пчелы болеют, это сказывается на качестве меда, потому что лекарства переходят в мед, и вот колоды, колодное пчеловодство, оно способствует, вот, оно все наоборот, то есть мы абсолютно не заботимся о пчелах, пчелы все делают сами. Возникают вопросы, наверное, закономерные. Первое, когда рамки вставляют уже готовые, то в этом случае пчеле просто ее нужно достроить, а здесь необходимо все сделать с нуля. Да. Это первое. Насколько это отнимает силы у пчел? Ну, изготовление сот, да, натягивание вот этих языков сот, это для пчел естественный процесс, и жизнь пчелы происходит таким образом, что когда она рождается, у ней работают вот эти вот восковые железы на брюшке, и ей ничего не остается, просто как тянуть соты. Дальше в какой-то период она выходит на другую фазу, и начинает носить нектар с цветов, собирая его, ферментировать, и самая последняя фаза жизни пчелы, это когда она уже не может заниматься сбором нектара, она собирает воду для того, чтобы пчелки пили, для их внутренних нужд. И тянуть соты – это естественный процесс для пчелы, и здесь как бы пасечники рамочные, они помогают тоже, вставляя овощину на металлическую проволоку. Овощина – это, как известно, ненатуральная, то есть там есть воск, но там много и химических веществ, которые, опять же, человек, если ест мед сотами из уля, то он как бы ест ненатуральный продукт. Вот здесь пчелы как бы сами все тянут, и, конечно, сравнивать по производству количество меда с уля, из колоды нельзя, потому что там производство, а здесь фактически жилье для пчел. То есть второй вопрос, так можно, уже частично отвечен, что пчелы при вот таком производстве дают меду меньше, нежели чем в улях. Да, если в среднем там с уля можно собрать там 40 и 60 килограмм меда, да, потому что как бы весь процесс направлен на это, и он стимулируется постоянно, то здесь зависит от силы семьи, зависит от медосбора, который вокруг, и, в принципе, в среднем собирается с колоды порядка там 15-20 килограмм. Ну, существенно меньше. Да, и это, причем не в первый год даже, то есть вот пчелы заселяются весной, примерно до конца июня, они набирают мед для того, чтобы перезимовать, и в этот период осенью у них мед не собирается, и только уже через год, на следующий сезон, фактически через полтора года идет первая сборка меда. Но этот мед, он как бы совершенно другого качества, и его, честно говоря, в продаже вообще нету такого меда. Это уникальный продукт. И он лечебный, и как говорил вот товарищ на семинаре, что с этим медом можно сыроедить и голодать, он потому что натуральный абсолютно, там нет никаких ни сахара, ни химии, ничего абсолютно нет. То есть это совершенно чистейший продукт. Понятно. Еще тогда вопрос возникает, каким образом изымать мед, и в каком количестве, какой пропорции он должен изыматься. Потому что изуля, понятно, подошел, прикинул, сколько достал, ну чуть-чуть оставил там или на подкорм, или долил чего-то. Это все ясно, технология ясна. Здесь как быть? Значит, система такая. Многие колодники собирают по-разному, весной и осенью. Весной после зимовки, осенью перед зимовкой. Но я бы рекомендовал собирать осенью, потому что весной матка начинает засевать яйцами соты, и можно с медом выбрать и расплод. То есть меньше пчел, меньше меда, соответственно, меньше семья, слабее семья. Вот, поэтому мы настоятельно рекомендуем собирать мед осенью. Значит, как я уже говорил, вот в первый сезон, когда мы пчел заселили, они натягивают какую-то часть, затягивают языками сот какую-то часть колоды, и можно, в принципе, сделать меточку или визуально, или прям пометить на колоде до какого расстояния. Если семья пережила зиму успешно, то тогда это вот количество меда является тем... Излишек, да? Да, все, что больше, до этого уровня можно собирать спокойно. И, значит, каким образом происходит сбор? Уже когда наступают первые заморозки, это в нашей зоне где-то октябрь, наверное, вторая половина октября, пчелы собираются в клуб, ну, в клубок, короче, да, вверху здесь, где у них находится гнездо, они сидят на сотах, и, в принципе, вот вся нижняя часть, она от пчел свободна, потому что они греются просто-напросто. То есть при низкой температуре эти соты, которые вот снизу, можно выламывать, либо можно просто подрезать, что удобнее. Подрезание и выламывание все равно даст вытекающий мед. Пчелы его подберут, да? Да, когда будет теплая погода, они весь мед, конечно, соберут. То есть за это не стоит беспокоиться абсолютно. С этими выламываниями или подрезанными сотами что делать? Есть? Просто есть, потому что в стандартной технологии медогонки, да, засунул, снял верхний слой, прокрутил все хорошо руками или там электричным. А здесь, получается, надо грызть прямо как он есть. Да, придется приложить некие усилия. Почему? Потому что любой контакт с металлом, он, как я понимаю, он, во-первых, теряется энергетическая структура меда, это раз. И, во-вторых, металл окисляется, что тоже сказывается на качестве меда и на хранение. Поэтому лучше его хранить в сотах, но, в принципе, можно его тоже так выдавить, отжать вручную какими-нибудь инструментами, которые не содержат металл, либо там просто в холщовом мешке, я вот видел, как там в Индии отжимают мед диких пчел, да, если вы хотите жидкий. Но, в принципе, там в сотах и сам воск, он полезный, он действует как абсорбент, его можно глотать, и он чистит кишечник. Там есть забрус, это пластиночки такие, которыми запечатываются ячейки, и он очень полезный и для организма, как общеукрепляющий и для полости рта, потому что они обладают дезинфицирующим свойством. Там попадается перга, это пчелиный хлеб, вот среди этих сот, да, то, что пчелы заготовили для себя. Там пыльца плюс нектар, там прополис, вот. И это для человека так же полезно, как и для пчел. Вот, поэтому лучше как бы его жевать прям так. Ну, остатки, если много воска, конечно, его глотать не надо, просто можно его собирать в какую-нибудь емкость, потом перетапливать и использовать уже для различных нужд все что угодно. Делать свечки, делать лоскутный воск для покрытия деревянных изделий, чтобы предохранить от загнивания, защитить от влаги. Что еще можно делать? Можно сапожником нитки, воском вощить, да, чтобы нить была крепче и не пропитывалась водой, не гнила. Ну, то есть уже куда применить воск, это... Было бы желание, да? Да, был бы воск. Понятно. Расселение, подселение также производится? Тоже маточку взяли, посадили, там прижилась, прилетели пчелки, ее окружили и все, да? Или есть какие-то особенности? Значит, как мы заселяем вот колоды, так как у нас как бы этот такой процесс... Как сказать... Ну, то есть это мы занимаемся продажей колод и, соответственно, установка их у клиента, заселением пчел. Дело в том, что если заселять, например, просто взять семью или рой и засунуть ее в колоду, то очень большая вероятность, что рой слетит, потому что пчелы, они уже через много поколений привыкли жить к куле. В коробках, да? В коробках, да, которые, конечно, для них неудобны, но привычка вторая натура. Аналогия с людьми. Да. И все, прям вообще все точно так же. Социальные устройства, какие-то такие вещи, привычки, питание и так далее. Вот. И сидеть, так как мы занимаемся это как предпринимательством, да, то сидеть там три дня и ждать, слетит рой или не слетит, у нас нет возможности. Поэтому мы идем здесь, идем на небольшой компромисс, мы, здесь у нас открывается верхняя дверка, и мы просто вставляем рамку с расплодом. И с нее матка никогда не слетит. Ну и засыпаем туда пчелы. Ну и часто эта рамка, прям на ней уже матка сидит, все остальные пчелы, их можно даже здесь высыпать аккуратненько, они потом к матке прилетят на запах. Вот. И это такой компромиссный вариант, который дает практически стопроцентное заселение колоды. То есть одну рамочку мы все-таки, одну-две можем использовать? Да, одну-две рамки мы используем, и они там фактически остаются на все время, и они остаются в гнезде, но вы как бы до них при сборе меда и не доходите. То есть собираются все соты с медом, которые натянуты уже ниже этих рамок, и там уже нет ни металла, ничего, то есть это вот как бы такой экологический чистый мед совершенно. То есть получается, сейчас у человека появилась возможность выбора или обращаться к технологии, которая уже стандартная, всем хорошо известная, уль различных видов, начиная от деревянных, заканчивая пластиковыми, или взять более экологические, то, что нас возвращает к природе, но еще надо пчелам объяснить, что они тоже должны вернуться к природе. Да, да. Тут, как говорится, естественный отбор – это лучший учитель и врач, и все остальное для пчел, потому что если все-таки такая возможность существует, семья каким-то образом погибла, ну, значит, нужно перезаселять, потому что шансов у нее не было. Вот, это естественный отбор. Но, несмотря на это, как бы пчелы живут, и самое главное, если семья выжила, то это сильная семья, это колодные пчелы, которые можно потом с легкостью размножить, переселить в колоду, они будут там жить с удовольствием, уже без всяких рамок. Просто они, как бы, с одного удобного жилища для них перейдут в другое жилище, к которому они привыкли. Так, хорошо, с этим понятно. Если мы сейчас будем рассматривать, скажем так, зимовку, у нас как лучше зимуют, надо рассмотреть, да, вот в стандартной, опять же, технологии, вам шайник занести или укрыть, или вот с этим приспособлением. И, наверное, еще рассмотрим, там, в дальнейшем еще, может, один вопрос возникнуть. Значит, зимовка, да, это такой важный этап в жизни пчелиной семьи, потому что зима у нас, даже в нашей средней области, это порядка, там, пяти месяцев, да, в году, то есть, фактически полгода, поэтому семья должна быть подготовлена. И тут, как бы, есть три критерия, по которым семья нормально перезимует. Первое – это наличие меда, который они собрали вот за сезон, да, гарантированно, что они с этим количеством перезимуют, им хватит этого меда перенести любую зиму. Второе – это отсутствие резких перепадов температур, но вот конструкция нашей колоды, здесь липа 60-миллиметровая предохраняет от этого. То есть, ни ветры, ни резкие перепады температуры снаружи, они, как бы, не влияют на то, что находится внутри. Ну, и третье – это отсутствие влажности, потому что пчелы не любят, когда там что-то плесневеет. И, опять же, сама конструкция колоды сделана таким образом, что там идет мягкое вентилирование внутри, и лишняя влага выходит. Пчелы очень интересно зимуют, они не спят, они находятся в таком состоянии, такого заторможенного метаболизма, не знаю, правильно я сказала, нет. Вот, то есть, они собираются в клуб, двигаются по сотам с медом снизу вверх, постепенно подъедая этот мед, и они сами внутри держат этого клуба, держат температуру. То есть, в принципе, внутри самой колоды то же самое, что снаружи, просто та же температура, только нет резких перепадов. Но пчелки, сидя на сотах, они, благодаря вот меду, который является энергетиком, они поддерживают эту температуру, где-то от 20 до 30 градусов, внутри находится маточка, а все остальные рабочие пчелы, у них идет ротация такая. Те, что снаружи подмерзли, они заходят внутрь, те, что согрелись уже, они переходят наружу, и вот так, в принципе, в таком состоянии они проходят всю зиму. Система пингвин называется, да? Когда они меняются так же. Да, да. Хорошо, ну, второй вопрос отпал. И третий вопрос. Как такое чудо заказать, и насколько оно дорогое? Вот здесь есть, конечно, координаты, но, наверное, на камеру это видно не будет. Ага. Ну, да, у нас есть координаты, у нас есть группы ВКонтакте, у нас есть сайт, есть все. Как найти? Как найти? В интернете, да? Да, можно. Я везде прописываю хэштеги бесконтактное пчеловодство, поэтому это как бы наш такой, как бренд некий, да? Вот, и по нему вы обязательно в интернете выйдете, либо в Инстаграм, а там уже есть контакты, либо в Фейсбук, ВКонтакте, либо просто в интернете на наш сайт. Насколько дорогое удовольствие, и как его получать, это удовольствие? Ведь все-таки, ну, тяжеленькое, скажем так. Да, колода весит порядка 150 килограмм вот в таком сборе. Это, помимо удовольствия, еще нелегкий труд для нас. Такой тяжелый, в прямом смысле слова. Значит, вот на данный момент колода с установкой с пчелами стоит порядка 36 тысяч. Сами колоды изготавливаются достаточно далеко от Москвы, потому что, в принципе, мы исследовали рынок, мы не можем конкурировать по московским и подмосковным ценам с производителями, которые находятся далеко. Поэтому сюда включена и доставка. 150 килограмм можете предоставлять через транспортные компании. Плюс установка, то есть мы там сами довозим, поездка за пчелами, сами пчелы, заселение и так далее, так далее. Вот оттуда складывается цена. Как бы люди спрашивают... То есть цена под ключ называется, да? Да, люди спрашивают, ну, иногда говорят, дороговато. Ну, да, вот мы как бы подумали и решили, что можно было отказаться, но мы будем предлагать себе продукт, и у нас есть клиенты, и уже стоит очередь за мед. Мы пасеку начали развивать, колодную свою тоже. Вот, люди ждут меда долго что-то. Вот, мы попробовали в этом году позаниматься этими колодами, и дело пошло. И, в общем-то, в следующем году мы их тоже, ну, мы уже будем более широко их продавать и, как бы, доставлять людям, устанавливать пчелок. Что еще хотел сказать, что, в принципе, хоть и заселение пчелами лучше производить, вернее, не лучше, а надо производить там с весны до конца июня, но можно колоду, например, купить сейчас, поставить на место, а весной мы приедем, заселим пчел. И чем раньше заселим пчел, тем будет лучше, потому что тем больше у них времени, тем сильнее будет семья, тем лучше она разовьется, тем больше будет меда им для зимовки. И вообще, как бы, меда будет больше. Потому что, если заказывать все весной, у нас будет большой поток этих колод, они еще приходят у нас, когда заканчивается на складе какой-то остаток, да, какой-то буфер товарный, они будут приходить, это время, и, соответственно, чем позже они придут, тем позже мы заселим пчел, соответственно, это будет, ну, меньше меда, слабее семья и так далее. Понятно. Какие пчелы подходят для такого вида пчеловодства? Не в смысле правильные, неправильные, как пел Ленипух, да? Говорил Ленипух, да? Какие, с точки зрения, там, европейские, какие там еще у нас бывают, кавказские? Ну, есть среднеузские пчела, кавказские, карпатские, есть даже какие-то испанские пчелы, каррика порода есть. В принципе, сюда пойдет любая порода, мы бы, конечно, как патриоты, да, нашей страны, нашей земли русской, мы бы предлагали бы среднерусскую пчелу, которая и хорошо зимует, и, в общем, хорошо зимует. Проверено временем. Вот. Но дело все в том, что эта пчела достаточно злая. И как, если сравнить, например, с породами собак, то вот ту породу, которую мы ставим, карпатская пчела, она и может сравнить с колли, а среднерусская с немецкой овчаркой. То есть она бросается просто от косого взгляда. И, конечно, там, для установки на даче это будет несколько проблематично и для самих хозяев, и для соседей. Ну, правильно, Павел, что выбор предлагается? Или только вот карпатская? Начинающим пчеловодам, однозначно, которые никогда с пчелами не занимались, мы ставим только карпатку. Вот. Тем, кто уже занимался, знает, что такое пчела, у которого не 8 соток, а гектары полтора, мы можем поставить среднерусскую, как бы без проблем. Вот. У меня стоит у самого на даче вот колода, самая первая еще, которую там я сам сделал три года назад поставил, там Карпатка, там живет Карпатка, и, в принципе, ну, пару укусов соседа за живот, когда он косил траву напротив вылета. Пчел из летка было, но, в общем-то, тут просто, говоришь, люди платят деньги за пчелуужаливание, это же здоровье, вот, а тут тебе бесплатно. Не хочешь летиться, не косись здесь, да? Да, не, ну, он косит, конечно, все равно, ну, и баночку меда мы ему даем в придачу. То есть, он, может быть, специально уже ходит, чтобы покосить, и баночку меда, еще полечился, да еще и закусил. Да, да, да. Ну что ж, благодарю за столь интересный рассказ, и я думаю, что наши зрители, радиослушатели прониклись этой темой, и в случае чего хотя бы будут иметь представление. А если есть представление, то, как говорится, есть выбор. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч, увидимся, услышимся, всем добра. Всего хорошего. Поблагодарили мы Андрея за интересный рассказ и отправились в фестивальный лагерь. Слышим, а в главном шатре опять про пчел говорят. Да не просто про пчел, а про тех, что живут в Китае и делают неправильный мед. Ну, прямо как у Винни-Пуха. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Решили мы шатер заглянуть, да и послушать. А там никто иной, как Дмитрий Ватолин из поселения Ковчег выступает. Дождались мы, когда он речь свою окончил, да и пригласили побеседовать с глазу на глаз. Всем здравия, мы продолжаем наши репортажи. с фестиваля экотехнологий, который проводится в Калужской области. И сейчас мы будем общаться с очень интересным человеком, который приехал из эко-поселения Ковчег и здесь проводил очень интересные два семинара. Здравия. Представься, пожалуйста, нашим слушателям и нашим зрителям. Здравия. Меня зовут Дмитрий Ватолин. И я здесь рассказывал, было несколько лекций на темы экологического строительства, пчеловодства и взаимоотношений между людьми. Казалось бы, строительство, пчеловодство и отношения между людьми социум человеческий. Как это все связано между собой? На мой взгляд, эти все вещи очень сильно связаны. Например, пчелы, они с собой образуют совершенно замечательный социум. и при этом для того, чтобы им нормально жить, они обязательно должны что-то построить. В этом смысле, я считаю, что люди, по крайней мере, самые лучшие из людей, они в чем-то близки к пчелам и тоже им нужно что-то для себя построить, как-то свой дом, как-то очень хорошо построить и наладить там взаимоотношения соответствующие. Как мне вспоминается сразу цитата из одной нашей древности «Живите роем». В нашей древности говорили. Как-то так, примерно, да. Расскажи, пожалуйста, вот ты занимаешься пчелами и здесь ты очень много рассказал о том, как правильно выбрать мед, какой мед бывает и вообще зачем он вообще этот мед нужен. Вот одна из лекций, которые я так внимательно наблюдал, слушал, которая мне очень понравилась. Почему ты решил этой именно темой поделиться? Ну, вообще, я мед ем сам довольно давно и начиная с какого-то момента понял, что хватит покупать, стоит завести свою пасеку, начать есть мед, начать есть свой мед. Могу так сказать, что у меня мой личный рекорд был, ну, в каком-то смысле, да, рекорд. Это я за неделю приговорил в одно лицо трехлитровку меда. То есть сам лично. Что это дало сразу вопрос такой? А это у меня был какой-то, как это называется, сплин, да, какой-то такой-то сам, то есть как-то весной что-то, была какая-то простуда, температура, мне не хотелось есть, но у меня почему-то очень хорошо пошел мед. И он пошел настолько хорошо, это получилось практически голодание на меду. Я понял, как это здорово. То есть я после этой недели там, ну, начал жужжать с новой силой практически. И вот тут родилась мысль, а почему бы, да? Нет, это уже, нет, это уже батарея была уже своя пасека, это было просто, как бы так сказать, зримое, зачем я всем этим занимаюсь, зачем мне свой мед, нормальный, хороший свой мед, это вещь совершенно невообразимо замечательная для здоровья. Но здесь ты уделил внимание, тех, кто тебя слушал, на то, что сейчас мед не совсем правильный мед, очень часто бывает, продается, и рассказал, почему это так происходит. Вот давай немножечко все-таки санксектируем, почему сейчас очень много появилось того меда, которым правильно медом назвать невозможно. Ну, все очень просто. Большинство людей совершенно не в курсе, что еще в 2010 году Китай вышел на первое место по производству меда в мире. То есть люди об этом не знают. и сейчас он как минимум там за... там у меня самую последнюю статистику там... ее нет, я не знаю точно или она... есть ли она вообще где-то там совершенно точная статистика. Но то, что Китай сейчас производит очень много меда, это 100%. И проблема в том, что китайцы производят китайский мед. Что это означает? Это означает, что они достигли совершенно невообразимых успехов в подделке меда. То есть производят фактически сироп, который лабораторными методами не удается идентифицировать как поддельный мед. И это крупная проблема, потому что они этим медом завалили другие страны. США еще в 2001 году ввели запретительные пошлины на импорт китайского меда. Евросоюз также запретил импорт китайского меда. Россия никак от китайского меда не защищается, поэтому он у нас попадает на прилавки. Что это? На самом деле это полностью искусственный мед? Или там есть частично все-таки настоящий мед? Ну, как это есть шутка, что китайцы освоили производство меда без пчел. То есть это не совсем так, если быть совсем точным. То есть они безусловно там настоящий мед, какое-то количество настоящего меда есть, хотя бы для того, чтобы проходить тесты на пыльцу и прочее. То есть они добавляют туда и настоящий мед, и настоящую пыльцу для запаха. но надо понимать, что в основном это условно вариант сахарного сиропа. Надо тогда сразу понять вопрос, насколько это опасно и как этого избежать, покупки этого меда избежать? По поводу опасности значит тоже одна из причин запрета ввоза китайского меда тем же Евросоюзом и Штатами это наличие в меду лекарств для пчел. когда как раз то, что они мед собирают с дешевых пасек, где пчел немилосердно залечивают, это проблема, потому что китайцы, видимо, китайцы очень неаккуратно лечат пчел и пчелиные лекарства попадают в мед. Это плохо, потому что большинство пчелиных лекарств они являются ядом для человека. Ну и в этом смысле конечно вот это вот это это конечно вещь неприятно то есть наличие наличие пчелиных антибиотиков в меду это нехорошо. Особенно при потреблении меда в большом количестве то есть грубо говоря если вы съедите трехлитровку китайского меда мне собственно я разошто не жужжал после трехлитровки своего меда а вам после трехлитровки китайского меда может стать откровенно плохо то есть у вас может быть буквально отравление и это конечно ничего хорошего в этом нет ну и второй как бы важный момент что там сахароза а не фруктоза с глюкозой как это в настоящем меду и это тоже для организма потребления большого количества сахара вообще говоря вредно то есть ровно поэтому конфеты детям есть там шоколад в больших количествах нехорошо так что это все вот это не опасно но и не полезно и с этим собственно связана сейчас крупная проблема что люди начинают покупать мед в магазинах для лечения как бы как обычно как дедушки бабушки их делали и пытаться им лечиться а мед не помогает и неудивительно там слишком мало меда то есть другими словами люди покупают разведенный сахар ну в лучшем случае такой не карамель не окончательно еще сделанная карамель но в худшем случае что туда добавлено много химии в том числе антибиотиков для пчел да ровно так и проблема из этого для пчеловодов проблема в том что люди начинают разочаровываться в меде то есть с одной стороны конечно сейчас ну цены на мед падают пчеловоды сталкиваются с тем что они мед продать не могут либо перекупщики у них покупают мед по очень маленьким ценам то есть падает рентабельность пчеловодства относительно традиционного с другой стороны конечно кто-то кто продает за хороший мед сейчас цена растет то есть на хороший мед люди готовы платить гораздо больше деньги за то чтобы это все-таки был настоящий мед потому что есть определенные виды лечения есть определенные виды чисток которые лучше всего проводить на меду то есть там мед участвует как просто как лекарство как составляющая при чистках и на сахарном сиропе как бы нельзя заменить настоящий мед в котором много глюкозы фруктозы очень много очень правильных нужных организму микроэлементов заменить это сахарным сиропом это не эквивалентная замена ну это вторая часть вопроса здесь логично да всплывает как все-таки определить что это китайская подделка или просто подделка и может быть какие-то есть четкие указатели вот в этом магазине не стоит брать вот такого-то цвета консистенции или что-то еще не надо брать или на вкус он чем-то отличается ну и так далее как специалист собственно проблема именно с китайским медом в том что там задело там все поставлено на промышленный уровень собственно пчеловодство в отличие там допустим от России в Китае полностью освободили от налогов и в ситуации когда они продают сахарный сироп то это становится сверхприбыльным бизнесом поэтому у них причем бизнесом крупным то есть вы можете посмотреть там в интернете крупнейшее мошенничество в истории пищевой индустрии Соединенных Штатов было с подделкой меда собственно с подделкой с активным импортом китайского поддельного меда в США это публикации 2013 года они легко находятся то есть китайцы настолько качественно стали подделывать мед что даже для того чтобы вскрыть эту аферу Соединенным Штатам потребовалось там несколько лет там работа то есть простые лабораторные тесты они показывают что это какой-то не очень видимо хороший мед там видимо где-то до разборки но они не показывают что это подделка то есть для все простые тесты этот мед проходит ну так все-таки тесты прошел ну что там цена не знаю не засахаривается он или что-то еще какие-то признаки короче простых признаков нет вот это вот очень большая печальная новость для людей то есть то что они вот по простым признакам как бы он не отличается от меда потому что бывает настоящий мед который там точно так же засахаривается и прочее прочее хорошая новость в каком-то смысле которую я настаиваю на которой я очень там акцентировался в своей лекции которую я еще раз всем говорю люди у пчеловодов у настоящих нормальных пчеловодов сейчас крупные проблемы из этого китайского меда они не могут продавать по нормальной цене нормальный мед они маются из-за того что его не могут продать есть такая замечательная газета сделанная пчеловодами для пчеловодов называется пасека России так там практически в каждом номере стоны плач о том как тяжело продавать мед что сейчас по нормальной цене хороший мед соответственно то что я всем рекомендую как минимум это собственно найти пчеловодов причем когда я людям говорю найдите пчеловодов они первым делом вспоминают и начинают говорить про ярмарки я не рекомендую искать на ярмарках потому что на ярмарках в первую очередь продают те кто умеет продавать это все-таки как бы там в том или ином виде продавцы и там тоже можно нарваться я там я на ярмарки заходил этот мед там пробовал у людей с людьми разговаривал четко были случаи когда люди клянутся и божатся что у них нормальный мед я пробую это на мой взгляд это не мед он даже пахнет да я знаю как должен пахнуть мед он не пахнет у них ну о чем мы говорим выветрил из пути да да тонкая пленочка которая была покрыта все снаружи видимо в пути да как-то есть как бы более такой путь на мой взгляд это в каждой местности где бы там вы ни жили вы можете поинтересоваться ну задайтесь целью это не очень сложно вы можете найти пчеловодный магазин и то есть потому что любой нормальный пчеловод он там раз во сколько-то все равно вот в этот пчеловодный магазин ездит и интересно что во-первых в этом пчеловодном магазине вот там просто доска объявлений часто бывает очень и на доске объявлений вы просто увидите продаю мед естественно пчеловоды там продают причем это пчеловоды как раз которые не особо умеют продавать они вот на то чтобы в магазине куда они там производители да да приезжают они вот объявляли о стоячихе состояние но даже до ярмарки они уже не добираются это не их они не любят этого они любят продавать вот соответственно можно банально поискать как бы там да вот можно поспрашивать можно просто познакомиться в конце концов с теми кто приходит там берете за час нахождения пчеловодного магазина вы вполне можете познакомиться с двумя с тремя дедушками у которых вы хотите купить сколько-то меда желательно побольше естественно чтобы им тоже было интересно и вам интересно было к ним ехать вот и это будет скорее всего это будет великолепный мед гораздо лучше кардинально лучше того что вы купите в магазине и там что называется поддержите отечественного производителя еще сказать дедушка ты пожалуйста не разбавляй водичка для меня специально оставь в хорошем качестве ну да то есть вот мне рассказывали совершенно замечательно да вот вы слышали собственно историю когда человеку пришли за медом как бы да и он говорит что же вы раньше не сказали что вам еще нужно я уже к продаже подготовил вот это как продаже подготовил там уже сахаром разбавил то есть он даже сам дедушка еще перед как бы некоторые дедушки как бы сегодня сегодня это к сожалению стало массовым потому что иначе цена на мед падает как бы иначе они не продают то есть они не выживают буквально если раньше пчеловодство было таким очень прибыльным делом и на Руси всегда пчеловоды они были достаточно зажиточными ну относительно они не шоковали там прочее но они всегда были при деньгах и это дело благодаря тому собственно Россия там и сахара не ела как бы да и мед воск поставляла для Европы в промышленных масштабах сейчас к большому сожалению времена довольно сильно изменились сейчас вот нам мед в больших масштабах поставляет Китай хорошо первый способ это наверное взять самому поставить улья борты или что-то еще и начать самому производить это было бы вообще замечательно то есть я за это тоже активно людей агитирую потому что завести свою пасеку это гораздо легче чем многие думают правда для этого нужно знать там несколько вещей то есть собственно вас должна интересовать технология пчеловодства выходного дня то есть как заниматься пчелами как заниматься пасекой так чтобы можно было пчел даже вот в идеале можно было пчел там на некоторое время оставить не заниматься ими и чтобы пчелы не умерли к сожалению подавляющая большинство систем современного пчеловодства в том числе современное самое массовое распространенное промышленное пчеловодство оно устроено таким образом что если вы пчел на некоторое время останете оставите беспризорное у вас пасека погибнет то есть хотя бы потому что вам чего приходится там постоянно лечить если вы просто пчел не пролечите перед зимой вас пчелы погибнут соответственно так вот есть системы при которых пчел лечить не надо такой вам туда то есть получается и пчелы целы и люди сыты при такой системе сразу что будет меда будет меньше и собственно я ровно по этой причине я с огромным как бы очень хорошо отношусь к колодного например пчеловодство потому что при колодном человек в обработка несколькими видами лекарства пчел просто ну невозможно отлично замечательно да то есть как бы к сожалению не все я даже знаю тех кто держит пчел в колодах и при этом их лечит лекарствами вот я лично что не лечу никогда в жизни не лечил чего и всем желаю но вот люди как бы даже в колодах начинает пчел подлечивать да и начинает становится пчел жалко при этом понятно что лечение пчел это в итоге сказывается на их иммунитете то есть так у вас лучше вас на мой взгляд лучше вас чуть больше семей погибнет в зиму но зато те кто выживут они будут объективно более здоровые сильные то есть у вас больше должно быть здоровых и сильных семей вас должны быть здоровые сильные семьи и ровно этих пчел там нужно ходить ледь и они вам дадут много меда то есть применить такой элемент искусственного отбора а наоборот естественного от бедов естествова прошу да то есть когда у вас больны пчелы там пусть они погибнут дайте им погибнуть потому что иначе у вас эти больные пчелы они дают потомству прочее и постепенно общий иммунитет счет падает дайте выжить здоровым человек и у вас и будет вам будет у вас пасека более здоровой. Хорошо, ну с пчелами более-менее понятно. И теперь второй вопрос, общий, который вот уже в этом шатре проходил, это о том, как живут люди и вот что мы говорили, как это пересекается с пчелами. Что здесь можно рассказать интересного? Ну я совсем кратко на эту тему, что в каком-то смысле, если бы люди жили как пчелы, насколько было бы все проще. Потому что у пчел даже трутни они выполняют свою определенную роль с одной стороны, с другой стороны, когда наступает осень, пчелы каждую осень своих трутней выгоняют из улья. То есть все просто, понятно, очень четко, очень закономерно, да. И семья пчелиная, которая как бы по этим устоям условно живет, она живет там, может быть, очень долго. К сожалению, в людских коллективах этих законов таких нет. И очень часто люди как-то из каких-то идеалистических соображений исходят, когда решают, как в их коллективе решать дела. И вот этот идеализм, он выходит боком. Вот если совсем кратко, как-то вот так, наверное. То есть теряют природное начало, да, и в утопизм какой-то входит, да? Да, это утопизм. Причем интересно, что давайте людей, вроде какие-то вещи базируются там, да, на дедах-прадедах, но оно базируется на некотором идеалистическом представлении о жизни идов-прадедов. Потому что если, да, начать узнавать, как это все было, там, еще сто лет назад в деревнях, это, я уж молчу, сто пятьдесят лет назад в деревнях, выясняется, что там все было все-таки немножко по-другому. И там были, собственно, главное, это были механизмы разрешения конфликтов. То есть одна из таких крупных проблем, которая губит современную деревню, это полное отсутствие механизмов разрешения конфликтов. Всего сто пятьдесят лет назад там читаем, понятно, что очень большой роль играла церковь. И, допустим, там исповедь, да, церковная, это мощнейший механизм улучшения внутреннего климата, микроклимата коллектива, условно. И это было, это работало, и, условно, батюшка, он там следил за тем, чтобы там никаких-то перегибов где-то не было, это была его прямая обязанность, потому что если у него какие-то вещи там происходили, вот, это, это, Вот. Опять же, еще работали какие-то механизмы, которые нам достались явственно с дохристианской Руси. То есть там обряд кумления на Купалу в северных деревнях. Он дожил там почти до наших дней, но уже, уже совсем, совсем, совсем на последнем издыхании. А это явно, явственно способ разрешения конфликтов, который был и активно применялся в течение многих столетий, как минимум. Не сказать больше. Хорошо. И теперь, что же по строительству рассказывал интересного? По строительству все достаточно просто. у нас утеряна культура построения домов для постоянного проживания. То есть в России в каком-то смысле из-за дач очень много строится дач. И дачи – это дома, в которых люди живут летом. И поэтому дома строятся так, как было бы хорошо, чтобы дом был летом. Опять же, люди строят иногда коттеджи, да. Они коттеджи строят, они берут там проекты из Франции, из Италии. Красивые, модные, да? Красивые, модные, замечательные. И дальше сталкиваются с тем, что дом построен таким образом, он ориентирован на теплую, короткую зиму. То есть там банально люди строят дом, у него там нет северных окон, в нем хорошо, в нем не жарко летом. Но люди так дом отстраивают, приезжают даже туда весной, и обнаруживают, что там вся вагонка покрылась плесенью, его нужно было там как-то там поддерживать температуру, иначе он просто влагой его съедает. И вообще, глобально у меня тема была экологические утеплители. Сейчас проблема со здоровьем такова, что у людей естественным образом возникает тяга к чему-то экологичному. Не то, чтобы даже они сильно этого хотели, но здоровье заставляет. Деваться некуда, да? Практически. То есть, когда у людей действительно, когда начинается аллергия там с очень раннего возраста, у людей начинает задаваться вопросом, откуда берутся аллергии, да, почему, почему как бы у наших родителей, даже еще родителей, я же молчу про дедушек, бабушек, аллергия была крайне редка, то сейчас у людей ну, на очень многие вещи аллергия. и как-то начинают стремиться к экологии естественным образом, и стремятся в том числе сделать стены из экологических материалов и экологичные дома построить. А дальше начинаются совершенно замечательные вещи, когда экологические стены, они очень сильно подвержены влаге, воздействию влаги. То есть, если стена не экологических материалов, она обычно и не гниет, а практически из там 100% экологичных утеплителей стены гниют. и что печально, у людей стены сгнивают за буквально за 2-3 сезона постоянного проживания в доме. Секрет открывается очень просто, когда семья живет, один человек, он выдыхает до 2 литров воды просто с дыханием. Есть еще готовка, есть еще там, ребенок пришел зимой с горки куда-то, и его можно просто выжимать прямо, брать и из него просто течет, как бы, как он умудрился так вывалиться, да, вот он смог, он смог, легко, вот такой он, вот такой он, и он такой прибегает каждый день, да, и там просто вот с этого ребенка, там просто с его там пальто и штанов у вас там тоже уже там может там 3 литра влаги в легкую испаряться, просто высушили одежду одного ребенка. А есть еще готовка, есть еще там скирка, там еще какие-то вещи, там где полнов, там. У вас в среднем семья из 4-х человек за зиму выделяет до куба воды за 4 месяца зимы. Серьезно? Это очень много, если вы куб воды там откроете и вылейте в центре дома, у вас там будет просто катастрофа, то есть дом просто моментально сгниет. Понятно, здесь постепенно, понятно, очень много уходит из дома через вентиляцию, но опять же, вентиляция должна быть правильно сделана, чтобы, то есть сколько сейчас людей строят свои дома с вентиляцией? Подавляющее меньшинство, сильно подавляющее. То есть большинство вентиляции нет. Конечно, сколько-то там через форточки и прочее уходит, но гораздо меньше, чем хотелось бы. Влага идет в стены, стены с экологическим утеплителем, влага разрушает. когда люди сталкиваются с тем, что нужно стену переделывать. Собственно, у нас там лично участвовал в разборке стены из глиноопилок, которые изначально были неправильно построены, там с некоторой ошибкой условно, ее потом исправили, и дальше даже стена хорошо работала, но когда ее там перебирали, переделывали, вот эти там блоки из глиноопилок, они были просто черные, просто их вынули стены, они были черного цвета, то есть они покрылись снаружи плесенью полностью. Аналогичная ситуация, когда люди меняют нижние венцы срубов, очень часто, причем венцы сгнивают буквально за три года проживания постоянного, то есть семья начинает жить, и вот сталкиваются всеми этими вопросами в лоб, и люди свой дом строили, они его строили на века, то есть так они старались, там они все, но нарушаются какие-то элементарные законы физики, и физика говорит, что вы, конечно, можете тут нарушить, но работать я от этого не перестану, и дальше собственно в четком соответствии с законами физики у людей стена мокнет, как только она мокнет, она опять же в четком соответствии, точка росы по утрам возникает, как только стена намокла, ее теплопроводность резко возрастает, температура стены понижается, и точки росы эта же самая стена достигает уже не в 6 часов утра, как раньше, при такой же температуре снаружи и изнутри, а уже там в 2 часа ночи, и всю ночь она мокнет радостно. Соответственно, люди сталкиваются с необходимостью крайне дорогостоящего ремонта, то есть часто ремонт гораздо более трудоемкий и дорогой, чем постройка этой же самой стены. Это печальная новость для людей, которые постоянно живут, и собственно моей задачей было как-то людей уберечь от такого рода ошибок, потому что они носят достаточно массовый характер. Дмитрий, теперь такой вопрос, а где-то все можно посмотреть, неужели только вот на таких фестивалях с тобой можно встретиться, и ты это можешь рассказать? строительство в строительстве очень интересная ситуация, очень много, я просто не являюсь строителем, поэтому я все эти вещи рассказываю прямым текстом, все как есть, а в основном какие-то такие вещи, интернет переполнен просто рассказами о том, как правильно строить, от строителей, которые часто рассказывают не все, или которые рассказывают о том, как они строили, даже они очень многие абсолютно правильно говорят, но они часто не отслеживают ситуацию со своими же домами через несколько лет, то есть все, что я рассказываю, рассказываю то, что я наблюдаю после нескольких лет проживания в домах людей, что у людей реально случается, и поэтому у нас получаются очень разные рассказы. Ну понятно, я к тому и говорю, по каким-то ключевым словам можно найти твой сайт или ВКонтакте или Фейсбуке тебя можно найти? Меня нигде нет. Приезжайте на фестивали и все услышите. Хорошо, у нас есть такая традиция, когда кто-то что-то рассказывает нашим зрителям радиослушателям, что-то желает хорошее нашим зрителям и нашим радиослушателям. Пожалуйста, что-то доброе вечное пожелай. Обязательно. Я хотел бы пожелать, чтобы все зрители жили в своих домах, или по крайней мере у всех жителей были свои хорошие дома. Пусть это будут даже дачи, но чтобы вы там проводили время замечательно восстанавливались, восстанавливались свои силы, чтобы у вас там были свои пчелы, у вас там был свой мед, и вы не жили, а жужжали просто радостно. Благодарю. В общем, будьте правильными людьми, разводите правильных пчел, и будет у вас правильная жизнь с правильным медом. Желаем всего самого доброго, увидимся и услышимся. Всем добра. После разговора с Дмитрием пошли мы дальше, фестивальные достопримечательности осматривать. По одних шатрах народ сидит, да кого-то слушает, других что-то бурно обсуждает, а кто-то, наслушавшись, товары полезные присматривает, или на полевую кухню подкрепляться идет. День клонится к закату, но фестиваль не умолкает. Вот уже артисты выступления начинают, песни запевают. Смотрим, возле них человек знакомый ходит, какие-то указания дает, это же Роман Саблин, куратор фестиваля Экотехнологии 2016. А раз встретили хорошего человека, так почему бы и не поговорить? Вот и завели беседу, как раз недалече от дивноголосых певцов до певуней. Экотехнологии, которые проводятся в соседней с Московской областью. Как эта область сейчас называется? Лужская. А вот он вам сейчас будет отвечать, какая-то область, или кто ответил, как называется эта область. Сейчас он как раз представится и расскажет, что он здесь делает. Итак, здравия! Здравия! Меня зовут Роман Саблин, я куратор 5-го фестиваля Экотехнологии, который происходит в Калужской области с 97 километров от Москвы на территории этнографического парка-музея Этномир. Этномир звучит гордо, но здесь, вот так вот, если наши зрители посмотрят, такая большая-большая поляна, поле большое, это весь Этномир или это такая маленькая часть Этномира? Нет, конечно, это половина Этномира, которая будет застраиваться. Если мы посмотрим за тот лес и, да, я думаю, прогуляетесь там. Территория уже застроена, порядка 15 этно-дворов и там есть русские избы, перевезенные с разных, с Вологодска, с Катаромской области. Есть огромная русская печь, музей русской печи, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. И есть постройки, архитектурный облик, который взят из Непала, из Гималаев, из Индии. Там будет строиться китайский культурный центр. Цель Этномира это показать все культуры, все этносы мира, чтобы у каждого можно было увидеть свою архитектуру, кулинарные истории, музеи, ремесла. И плюс это еще отели. Там можно жить, остановиться, собственно, в условиях, максимально приближенных к тем странам. Это поле, оно не застроено. И мы сейчас находимся на европейской части Этномира. Здесь будет, в данном случае, вот эта вот поляна, где был фестиваль экотехнологий, это территория будущей Швеции и Норвегии. Так, давайте теперь к самому фестивалю. Какая была идея фестиваля, чему он посвящен и почему он проходит именно на территории этого, еще и пока не застроенного поля? В этом году фестиваль проходится в пятый раз. Первый год, первый-вторый год он был в экопоселении Благодать Ярославской области, третий фестиваль был в Ковчеге в Калужской области, четвертый в поселении родной Тульской области, в этом году снова в Калужской области в Этномире. Фестиваль кочующий, каждый год он происходит на какой-то новой территории либо поселения, либо в данном случае этнографического парка-музея, который, кстати, тоже стремится к поселению. Здесь по плану через три года будет жить три тысячи человек. Здесь будет жилой поселок, школа сейчас строится, работающий арендатор и сотрудник это 400 человек, то есть на той территории это проживает. Автором идеи фестиваля был Федор Лазутин, широко известный в экопоселенических кругах, один из основателей поселения Ковчег. И как-то раз на встрече союза экопоселений он предложил собираться летом, делиться технологиями, идеями, практиками, поскольку Федор был человек с руками, эта идея прижилась. И вот пятый год мы делаем этот фестиваль. Я в данном случае я был участником второго фестиваля и вот так сложилось, что я один из организаторов этого пятого фестиваля. Это связано еще с тем, что я 8 месяцев жил и работал в Этнамире, здесь занимался экопроектами, заселением, развивал разные экологические направления. И фестиваль почему происходит на поле, в шатрах, с глиногрейкой, потому что на незастроенной части, но на которой начинается уже строительство какие-то объекты, легче пока есть чистый лист. Мы берем и люди приходят, делятся своими знаниями, опытом, привозят какие-то заготовки. У нас здесь Вильдар Боков привозил ЧПУ-станок, который позволяет делать небольшие детали, бутылка-реза адвоката Федорова, который пэт-бутылки позволяет наматывать на такую нить использовать в хозяйстве. Ну, то есть такие простые прикладные вещи, чтобы люди делились, напитываясь этим знаниями, возили к себе. На кого рассчитан этот фестиваль? Просто на обывателей, на каких-то специалистов узконаправленных или? Или на людей, которые живут в основном на земле, либо готовятся к переезду на землю, и поскольку когда ты живешь на земле своим хозяйством, ты так или иначе становишься мастером широкого профиля. То есть руками, да, есть же информация о том, что наши предки владели там 270 специальностей, что-то такое, я читал информацию, да. Сейчас же не так, но все равно те или иные знания нужны. Понимаете, что есть специализация. У нас и пасечники приезжали, и костроители, и там садоводы-огородники, ну, кто-то больше в какие-то вещи. Но в целом много людей, участников фестиваля, те, кто живут в поселениях или в деревнях в обычных, просто им нужны какие-то технологии, как повысить урожайность, как построить дом, брать, как там с пчелами взаимодействовать. И вот, мы сейчас подсчитываем еще, порядка 400 человек приехало на этот фестиваль, и в основном это люди, которые были уже на прошлых фестивалях, то есть у нас где-то две трети людей, ну, как бы, постоянные гости этого фестиваля, да, они привозят детей подросших, привозят друзей, и снова напитываются знаниями и едут к себе домой. Почему фестиваль кочующий? Почему нет определенного места, где бы он каждый год собирался, и люди бы уже приезжали, к те, которые говорят, вот, поехали, а где? А вот там вот. Фестивали не кочующих, они есть, вот, мы знаем, дружим фестивалем, да, Добрая Земля, который тоже является, как раз, проект Добра Земля, участником союза экопоселений, есть ряд других фестивалей, каждый год новое место позволяет людям приехать, погрузиться в атмосферу какого-то нового места, да, плюс, ну, и, соответственно, они узнают это поселение, они с ним задружаются, и приезжают потом, дальше уже налаживаются какие-то такие связи. Плюс каждый год это возможность увидеть какой-то опыт территории определенной, потому что у каждого поселения своя история, свой ландшафт, своя география, там, воздух может быть свой, комары свои. Поэтому, вот мы, то есть, качующие фестивали, чтобы было разнообразие. Каждый год одинаковая программа или что-то добавляется? Вот, например, что в этом году, что на этом фестивале такое, что не было на прошлых фестивалях? В этом году, ну, темы, они в целом схожи, это экостройка, огородничество, развитие поселений, то есть, там, социальные какие-то факторы, здоровый образ жизни, и где-то половина, наверное, мастеров были у нас в прошлом году. Мы каждый год ищем новых, приглашаем разных практиков, сказать, наверное, что нового. Ну, начали строить дом из мешков с землей, конкретный дом, построили, там, две трети, и он будет достраиваться. То есть, это конкретный прикладный опыт, и люди здесь дальше будут в нем жить, собственно, вот на этой территории, одни из партнеров Этнамира. В этом прикладная история. Интересно, например, что фестиваль во многом волонтерский, есть команда волонтеров, которые его делают. В этом году конкурс на волонтеров, было три человека на место. Да, ну, то есть, мы волонтерам, соответственно, предоставляем проживание в палатке питания, и половина, большая часть команд, ну, вернее, две трети команды, это волонтеры прошлого лагеря. Им, соответственно, отдавался приоритет, потому что, ну, проверенный волонтер, это хороший волонтер. Ты примерно знаешь, на что может рассчитывать, будет там отлынивать, либо наоборот, будет что-то предлагать. То есть, фестиваль набирает популярность не только среди посетителей и тех, кто выступает, да, но и среди тех, кто помогает. Ну, конечно, конечно, потому что, ну, волонтерство, оно же, то есть, 4-5 часов в день ты работаешь, в остальное время у тебя есть посетить семинары, то есть, ты не оплачиваешь вход, да, в фестивале есть определенный там вход, бюджет небольшой, это возможность поучиться, да, то есть, ты своим трудом отрабатываешься, возможность поучиться, пообщаться, отдохнуть. Есть некоторые волонтеры, идутся к себе в Москву в офисы и будут смотреть на экран компьютера другими глазами и дай бог, в ближайший год переедут на землю. Наверное, любой фестиваль, он подразумевает какие-то, может быть, недоделки, что-то не учли. Какие вот, скажем так, на следующий год есть задумки по улучшению фестиваля? Может быть, что-то такое, сказать, вот в следующем году будет такое, что вы все ахнете? Мы вот завтра как раз делаем подведение итогов, очередное собрание союза экопоселений здесь, будем обсуждать, планировать. Ну вот, не знаю, одна из шуток делать следующий фестиваль центральным местом столовую, потому что людей всегда трудно выбирать из завтраков, победов, ужинов, тем более, что нас видогарморганов шикарно готовил вегетарианскую кухню, в общем, все в восторге. Поэтому, ну вот, зонирование, да, продумать лучше, пути, как люди могли бы перераспределяться. Ну вот, мы так медитировали на отсутствие дождя в этом году, да, в этот раз, что... Сложилось, да? Слава Богу, сложилось, но из другой край жарко, да, то есть люди вот просто ходят и знывают, хотя за 7 дней у нас в середине был дождь, был дождь, и было полдня пасмурно, это прям было, ну вот так это, передышка такая. Вот, поэтому с погодой тоже вот надо будет договариваться. То есть, когда вы будете в следующий раз медитировать, если вдруг задумаете фестиваль сделать, учитывайте, чтобы была так переменная облачность, и самое главное, чтобы в центре находилась столовая, именно в центре, потому что, как это, все пути должны через столовую проходить. Ну да, 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 как вариант, через желудок и место общения, средоточения, поэтому, да, сейчас есть год на подготовку, на участие в разных мероприятиях других, будем набираться опыта и делать фестиваль более живым, более интересным, ну и, безусловно, рассчитываем на большее количество людей, потому что одна из целей это популяризация, то есть, мы готовы были принять и тысячу, но то ли погода, то ли другие дела фестиваля, ну вот, 400 хорошая цифра, причем, участники отмечали, которые были, что людей, как и в прошлом году, но состав более концентрированный, что ли, то есть, нет там поразношатающихся, да, там, фестивальщиков, которые приехали там потусить, потусить, да, да, все приехали с четким корректным делом, у каждого там, каждый день, час на счету, у всех там, свое хозяйство горит, приехали, пообщались, взяли контакты, поблагодарили, обнялись, поиграли в лапту, и по делам. То есть, не количеством берем, а качеством? Да, да. А уже выбрана следующей фестивальной площадкой, или пока еще нет? Пока нет, я думаю, что мы это через несколько месяцев об этом подумаем, сейчас вот общались с ребятами, вот поселение Миленки, зовет уже и Добрая земля, и еще вот в Карелию ребята наши из заповедной краи приглашают, в общем, будем смотреть, то есть, много факторов, да, сложится там, транспортная доступность, ресурсы поселения, опыт приема фестиваля, и тут много таких факторов. Если вдруг кто-то из наших зрителей, слушателей захочет, чтобы у него в поселении или на его территории прошел этот фестиваль, что ему необходимо сделать? Связаться с организаторами, со мной, либо с Ириной Асадьевич, либо зайти на сайт союза экопоселения, gen-russia.ru, ну, или там загуглить за Яндексить союз экопоселения, или найти на соцсетях, написать, и в целом мы приглашаем всех, можно присоединиться в союз экопоселения, это некоммерческая организация, сейчас туда входит 13 экопоселений и инициативных групп, и наша, у меня всегда спрашивают, что дает, собственно, вступление, мы, а, я говорю, что, что, чему обязывает, да, вступают люди, которым больше всех надо, которые заинтересованы не просто развитию своего поселения, да, в целом в идее экопоселений, в идее взаимных опылений, причем и между экопоселениями классического, там, европейского образца, и между поселениями родовых поместьй, чтобы вот этот обмен опытом, практиками, он происходил, поэтому мы рады всем, приглашаем присоединяться и совместно двигаться к светлому будущему. У нас есть такая традиция, когда говорящий желает либо, что-либо тем, кто его слушает и смотрит, что можно пожелать нашим радиослушателям и зрителям канала Народославского радио? Я хочу, я желаю здоровья, здравия и максимальной экологичности там, где вы живете. Просто всегда спрашивайте, что я могу сделать еще для себя, любимого, доброго, хорошего для своей души и тела, и для природы, для планеты, вот, в повседневных своих действиях. Поэтому, потому что экологичность это путь, это бесконечный перечень привычек, мышлений, образов, и в этом смысле желаю вам на этом пути не останавливаться и каждый день становиться чуточку более экологичным, даже несмотря если вы живете на земле. Это бесконечный процесс, можно всегда быть более природосообразным, в единстве. Благодарю тебя за развернутую такую беседу, очень хорошая музыка звучит в шатре. Да. Мы пойдем наслаждаться музыкой, а вам желаю всего самого-самого доброго. С вами был Народ и Славянское радио. До встречи, увидимся и услышимся. Всем добра. Поговорили мы с Романом, а веселье-то не умолкает, и артисты все один другого ярче, ведь это же солнечные барды. Вот так до темноты и пели, хороводы с играми водили. Какие впечатления остались у меня от этого фестиваля? Да самые хорошие. Большинство семинаров, мастер-классов и выступлений были правильно подготовлены и мастерски донесены слушателям. Выступающие рассказывали и показывали то, что сейчас следует знать любому современному человеку, желающему жить по совести, в ладу с природой. На фестивале царила легкая, добрая, радостная, дружеская атмосфера. Все люди трезвые и приветливые. Много тех, для кого наследие предков и родина не пустые слова. Красота, да и только. Ка бы ни дела, то и не уезжал бы. Если в следующем лете вы узнаете о том, что рядом с вами будет проводиться фестиваль экотехнологии, приезжайте. Найдется чем заняться. Скучно не будет, а вот знаний для пользы дела и хороших друзей прибавится. С вами был Алексей Орлов и Народное славянское радио. Желаю всем добра. Увидимся и услышимся. И летит на крылатом коне Русс, далекие тысячелетия. Русс!